Делай раз, делай два, делай три. Помните эту считалочку, под которую выполнялись сложные спортивные упражнения? Менеджмент тоже непрост, но и в нём есть чёткие алгоритмы. Правильно выполнив определённую последовательность действий, можно на раз-два-три достичь запланированного результата. Но, конечно, эту последовательность надо знать. Программа на раз-два-три – это мини-тренинг от ведущих бизнес-тренеров России. Один участник тренинга – в студии, второй – это вы, наш уважаемый зритель. Сегодня тренировку по публичному выступлению проводит лучший специалист по ораторскому искусству Радислав Гондопас. Это владелец и ведущий тренер компании «Ораторика», бизнес-тренер 2005-2007 года по версии портала «Тренингс». Автор семи книг по лидерству и ораторскому искусству. Итак, делай раз, делай два, делай три. Мы поговорим о том, как привлечь и удержать внимание аудитории, какой бы она ни была. Когда выступающий шутит, это пробуждает. Все это называется контрастное раздражительное. Человек, который выступает публично, не может говорить монотонно на одной ноте с одним темпом. Не стоит делать большие выступления без перерывов. Дайте людям передохнуть. Эффективность их внимания будет выше, и после перерыва они будут воспринимать вас лучше. Используйте жест, интонацию, изменение темпа речи. Разумно, но используйте шутки, афоризмы, удивительные факты. Так, работая с аудиторией, в постоянном изменении, в постоянном синусоиде, вы сможете удержать внимание. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Радислав. Как настроение ваше? Отличное. Выпейте сегодня с утра чего-нибудь для храбрости? Нет, но пришла сюда абсолютно трезвая, но уже напугал рисунок. Потому что мы сегодня говорим о технике ответов на вопросы. О технике ответов на вопросы аудитории. Ну, казалось бы, ну а что за тема? Ну, люди задали вопрос, а мы ответили. А вот ничего похожего, потому что ответы на вопросы – это проверка, во-первых, на слабо спикера. А во-вторых, сколько мы не готовились к выступлению, все равно будут вопросы, которых мы не ожидали. И нужно будет сориентироваться по ходу. Нужен какой-то алгоритм ответа, чтобы вовремя сообразить, как ответить, найти. Что говорится. Даже на вопрос, ответ на который ты можешь не знать. Даже на вопрос, ответ на который можешь знать. И то, отвечать на него в публичном выступлении нужно по определенным правилам. Но прежде чем мы к этому приступим. Есть несколько заблуждений в технике ответов на вопросы. Заблуждение номер один. Почему-то выступающие считают, что если вопрос из зала задан, на него нужно давать ответ. Они думают, что это экзамен. Понимаете? Задали вопрос, нужно обязательно отвечать. Не обязательно. Вы имеете право чего-то не знать. И по моему опыту, публика гораздо лучше реагирует на то, что оратор говорит, допустим, вы знаете, я не располагаю информацию по этому вопросу. Чем, если оратор начинает извиваться лжом, искать какие-то ответы, придумывать на ходу. Это всегда, во-первых, видно. А во-вторых, человек, который задал вопрос, может знать на него ответ. Если оратор соврет, он просто скажет, как есть на самом деле. Это очень нехорошо. Не знаете ответа, говорите, вы знаете, я не в курсе, я не знаю, у меня нет с собой, нет информации, неправильно. Точно не помню, врать не хочу. Честно признаться, что вы не располагаете информацией. Или вы можете сказать о том, что не хотели бы отвечать на этот вопрос по каким-то причинам. Во-первых, ответ на него может затрагивать интересы других людей. А ответ на него представляет собой чью-то тайну, не вашу, или коммерческую тайну. Вы неуполномочены отвечать на этот вопрос. Или ответ на этот вопрос предполагается в следующем выступлении, и поэтому вы, извините, не станете отвечать. Как вариант, например, вопрос, который задается, не входит, не согласуется с темой, о которой вы говорите, и вы не хотели бы его обсуждать. Либо он слишком узкий, слишком специальный, касается интересов конкретного человека, который его задает. И обсуждение при аудитории может быть неинтересным остальной аудитории. И вы тогда предлагаете альтернативу. Подойдите просто к выступлению, поговорим с вами отдельно, я обязательно отвечу. Не нужно отвечать на каждый вопрос. Вы имеете право, а, не знать, б, не хотеть, ц, не в ваших интересах отвечать на него. Я даю вам право. Спасибо. Если что, ссылайтесь на меня. Давайте попробуем, легче на примерах все-таки. Давайте попробуем. Выходите, я вам буду задавать вопросы, а вы ответьте, ну вот не знаю, как вам хочется. Могу занять ваше место? Ну, мое место занять непросто, но попытайтесь. Настя, вы замужем? Да. Так, вопрос хороший. Все остальные вопросы снимаются. Ответ неправильный, ладно. А у вас есть хобби? Да, конечно. Ответ хороший, такой бодрый, но неправильный. А у вас есть домашнее животное? Вы знаете, у меня есть огромная собака, но я не могу ее считать домашним животным, потому что она живет в дворе. Ответ правильный. Вы знаете, мы спросим, а вот почему на какие-то ответы я говорил правильно, а на какие-то неправильные? Я уже поняла. В чем разница? Разница в том, что на первые два вопроса я отвечала «да» и начинала рассказывать или просто утвердительный ответ какой-то давать. На третий вопрос я уже начала фантазировать. Ну, вы правду сказали? Да, конечно. На все три вопроса вы ответили правду, но ответили неправильно в рамках выступления публичного. Если бы это была анкета, то вам нужно было бы выделить «да», «нет». Это было бы хорошо. Но формат выступления – это что-то вроде интервью. В интервью, когда звезду какую-нибудь спрашивают, скажите, пожалуйста, сколько стоили декорации вашего последнего шоу? Он говорит, 20 миллионов рублей. Ну, это неинтересно. Он должен сказать, вы знаете, декорации дорогостоящие. Мы, когда планировали съемки этого шоу телевизионного, у нас была дилемма. Мы могли сделать очень дешевые, очень доступные декорации или могли пойти по дорогому варианту. Это было бы потрясающе, но нужно было бы изыскивать средства. Бюджет, который нам предложили, он составлял 20 миллионов рублей. Согласитесь, эту сумму не так попросту найти. Но, к счастью, есть люди в нашей стране, которые поддерживают искусство, которым важно не просто получить прибыль на вложенный капитал, а которым важно, чтобы творцы могли иметь возможность создавать что-то качественное. Потому что они болеют за положение звезд шоу-бизнеса в нашей стране. Такие люди нашлись, они нас поддержали, и они инвестировали в средства, и мы имеем возможность. Ну, и так далее. То есть мне нужна предыстория. Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос. Даже не предыстория. Вы можете из вопроса или из ответа на него сделать небольшой рассказ, в котором вы вот каким-то образом видитесь несколько более развернуто, да, несколько объемнее, чем есть. Потому что, ну, вы же понимаете, что ответ на вопрос «Вы замужем? Да?» предполагает огромное множество вариантов «Да». Да, конечно, я очень много чего могу рассказать. Мы три дня знакомы, живем вместе, в принципе. А он, может, и не считает, что он женат. Как, кстати, в России происходит. Женщины, считающие себя замужем, больше, чем мужчины, считающие себя женатыми. А может быть, вы прожили полжизни вместе, знакомы со школой, и у вас такой брак, что там уже трое детей, восемь собак, пять кошек. Это же тоже «Да». Понятно, да? Давайте попробуем еще раз. Настя, вы замужем? Вы знаете, уже три года, как мы с моим уже супругом законным сочетались, браком, но мы гораздо дольше уже считаем себя супругами. Например, да, хорошо. У вас есть какое-нибудь хобби? Понимаете, в чем дело? Хобби – это такое сложное слово. Я могу сказать о своих увлечениях, которые приходят, потом они исчерпываются, потом появляются какие-то новые. Надеюсь, это не связано с предыдущим ответом. Нет, конечно. Но что-нибудь нужно назвать, потому что удовлетворенность спрашивающего… Я очень люблю заниматься музыкой, я очень люблю рисовать. Но в последнее время я увлеклась фотографией, и сейчас, наверное, уже подхожу к тому моменту, как-то это можно назвать хобби. Да, прекрасно. Вот прекрасный ответ, я бы сказал, эталонный. Ну и, наконец, третий ответ, который был близок к идеалу, я сказал, правильно, ответ правильный, ответ удовлетворительный, но там не хватает кое-чего. Чего, как вы думаете? Помните, есть ли у вас домашний живот? Вы сказали, да. Про собаку. У меня есть большая собака, но я не могу сказать, что она домашняя, потому что она живет во дворе. Она очень большая и живет во дворе. Да, да, да. Чего не хватает? Прекрасно, когда… Не хватает ответа, что нет, у меня нет, или да, у меня есть домашнее животное. Картинки. Вот мне не хватает картинки. Знаете почему? Хорошо, что вы сказали, большая собака. Могу не играть, да. Я, понимаете, в чем дело, когда человек, мне так кажется, когда человек выступает, он все равно играет какую-то роль, да. Вот мне сейчас просто пришла в голову такая идея, я могу выключить роль, да, включить саму себя и сказать, ой, вы знаете, у меня огромный алабай живет во дворе. Я не знаю, насколько это можно считать домашним животным, поскольку все-таки за пределами. Класс. Вот я сейчас буду витален гораздо больше. Да. Появляется алабай. Алабай – это порода, похожая на кавказскую шарпу, да? Да, да. Здоровая такая лошадь на самом деле. Вот, вот это прекрасно. У меня не собака, у меня здоровая лошадь. У меня собака поросенок, например. Я совершенно убежден, что где-то на этапе его эволюции ему внедрили ген свиньи, потому что если на площади 10 квадратных километров есть хоть одна лужа, он найдет ее и ляжет в нее. И мыть ее я буду полчаса. Вот это уже какая-то эмоционально заряженная картинка. Просто большая собака. Вариантов много. Дог, дворняга, Ньюфаундленд, кто угодно. Когда я вижу алабай, у меня появится картинка. Большая собака уже лучше, чем просто собака, живущая во дворе. Потому что собака может быть карманная, собака может быть огромная. Стараясь, отвечая на вопрос, дать возможность увидеть человеку картинку. Он смотрит вместе с вами видеофильм. И тогда оно фиксируется в памяти, во-первых. Во-вторых, получается эмоционально заряженное впечатление. Спасибо. Спасибо вам. Может, еще вас сейчас вызовем отвечать на вопросы к доске. Я буду уже немного подготовленной к этому. Запомните порастой принцип. Знаете, детскую игру дай-нет не говорите. Чего-то там белое, черное не надевайте. Белое не надевайте, это не детская игра. Детская игра. В детской игре есть такие слова. Вы поедете на бал? Да, говорит отвечающий, и он проиграл. Нельзя говорить ни да, ни нет. Вы поедете на бал? Вы знаете, я думаю, я размышляю, возможно. А вы поедете на бал в карете? Ну зачем же в карете? Существует масса других средств передвижения. Я планирую поехать на автомобиле. Заметьте, ни да, ни нет, нет. Автомобиль будет какого цвета? Ну вы же знаете, у меня зеленый автомобиль. Ни черный, ни белый. А вы наденете фраг? Обязательно. А какого цвета будет фраг? А то вы не знаете, какого цвета фраг. И идет борьба. Вот точно так же в ответах на вопросы. Не нужно коротких. Да, нет, не знаю, не имею, будет из такого-то журнала в следующем квартале. Вот таких ответов не нужно. Это неинтересно. А вот это классическое, ой, спасибо за вопрос, или ой, какой интересный вопрос, спасибо, девушка. Ну, например. Допускается? Да, допускается. Вы можете оценивать вопросы. Прежде чем начать на его отвечать, вы говорите, вы знаете, оригинальный вопрос, я не ожидал его получить. Давайте рассуждать с вами вместе. Вопросы, я не была готова к этому вопросу, и поэтому сейчас отвечаю, я буду рассуждать с вами вместе. Или, вы знаете, вы задаете довольно распространенный вопрос, он даже самый распространенный из всех, что я получаю на эту тему, поэтому не легко будет ответить на него. Вы как бы предваряете, и видите, мы в одной из программ рассматривали закон композиции. И получается так, что в ответе на вопрос вы тоже делаете некое вступление к ответу. Это важно, потому что люди вообще воспринимают информацию именно таким образом, сначала вступительная часть, потом пошла основная. Как бы там ни было, какой бы вы вопрос не получили, старайтесь сделать из вопроса повод к небольшому выступлению. Но должно быть чувство меры. Бывает так, человек получил один вопрос, и из тех 20 минут, что отведены вообще на ответ на вопросы, 10 минут отвечал на один. И самое интересное, что людям потом не хочется задать вопрос. Они понимают, что второй вопрос снова будет легче. А желающих задать вопрос много, и получается какая-то ерунда. Отвечайте компактно, но не односложно. Итак, принцип первый. Отвечая на вопрос, вы даете развернутый ответ. Однако, вы знаете, что вопрос вопросу рознь. Есть вопросы, на которые можно дать развернутый ответ. Например, у вас есть собака, там у нее есть домашнее животное? Да, есть. Может быть вопрос такой. Правда ведь, что у вас, как у человека ненавидящего всего живое, домашних животных нет? Я угадала? Это вопрос, на который сказать, а вы знаете, у меня есть собака. Она говорит, это как-то нелепо, это как-то не к месту. Это вилка не в ту розетку. И человек, спрашивающий аудитория, как-то не удовлетворены. Почему? Потому что вопрос, который я вам задал, чем-то отличается вот от этого. От вопроса плюс. Чем отличается вопрос минус? Он несет под собой негативные эмоции. Точно. Со стороны публики. Он вызывает негативные эмоции в вас в первую очередь. Он отличается тем, что цель человека, задающего вопрос плюс, получить информацию. Уточнить информацию. Раскрыть что-то более подробно. Человек же, который задает вопрос минус, не хочет знать ответа. Плевать ему на ответ. Или он знает заранее ответ. И этот ответ заранее он знает, не красит отвечающего. Зачем же он его задает? Почему же он не имется? Чтобы раздражать вас. Зачем? Получить удовольствие самому. Да. Эти люди, бывает, получают извращенное наслаждение от того, как наблюдают мучения другого. Чаплин, по-моему, сказал, комедия, все такое комедия. Комедия это просто. Комедия это трагедия, которая происходит не с тобой. Человек смотрит, как вы мучаетесь, как вы теряетесь. И он получает, ой, яс, внутри себя удовольствие. Какой я великий, крутой, так далее. Садизм такой. Бывают и другие цели, которые я преследую, человек задающий вопрос минус. Например, он просто хочет развлечься. Он не имел в виду, что вы, он совершенно даже удивлен, что вы так переживаете, что внутри вы как-то нервничаете. Он просто с места выглянул. Да ладно там, откуда эта информация, глупости. Он не хотел вас затронуть. Он просто хотел поражать вместе со всеми. А вдруг вы смутились? Зачем? Есть алгоритм, который вас спасет. Ну и, наконец, третья мотивация задавания вопросов минус – это получить возможность пропиарить себя. Что поделать? Человек, который задает неудобный вопрос для оратора, он часто кажется стоящим выше оратора. Более компетентным, авторитетом. Вот он задал вопрос, а этот ответа не знает. Ну и пусть сам спрашивающий тоже не знает ответа на этот вопрос, но все равно как бы в выигрышной позиции. Отвечая на такие вопросы, мы уже не можем пойти по этому алгоритму, потому что не будет ощущения удовольствия у публики. Я вам предложу алгоритм, неожиданный мужик. Получив вопрос-минус, вы сначала переводите его в плюс. Каким образом? Вы ищите поле для согласия. Вы должны с чем-то согласиться. Но если он говорит, правда, что вы алкоголик? Я не имею в виду, что вы должны сказать, да, действительно, я алкоголик. А потом чем-то продолжить. Но у кого не бывает? Чего не бывает у кого? Ну, кто в нашей стране? Не алкоголик. Не алкоголик, да. Господь с вами надеется, что есть еще люди. Ну, можно как-нибудь смягчить, например, этот вопрос. Сейчас я подумаю. Вот с чем можно согласиться? А вы вот случайно не алкоголик? Еще и говорите с сиплым голосом. Вы сейчас не алкоголик? Да, пожалуй. Пожалуй, иногда, да. Можно меня назвать алкоголиком. Ой-ой-ой. Я вообще не пью. Ребята, я правда не знаю, как выйти из этой ситуации. Может, вы мне подскажете? Проблема алкоголизма остро стоит в нашей стране. И то, что вы задаете этот вопрос, явное свидетельство того, что проблема беспокоит вас не напрасно. Когда человек баллотируется в мэры, мы должны знать, принимая важное решение, насколько в адекватном состоянии он находится. И в этом смысле, вы знаете, ваш вопрос меня не задевает и не оскорбляет. Он, наоборот, даже делает вам честь. Могу сказать о себе. Мои отношения с алкоголем не носят пуританского характера. Я выпиваю иногда с удовольствием, когда ситуация этому способствует. Но если на следующий день не нужно быть бодрым, если нужно быть сосредоточенным, я лучше воздержусь. Слава богу, наши отношения с алкоголем носят приятельский, а не дружеский характер. Отлично. Хоп, да. Но я-то был готов. Не исполнить даже. Это даже ответ из жизни. Вы ищете, с чем согласиться. А правда, что у вас в вашу колбасу добавляется туалетная бумага? Знаете, очень распространенная проблема на рынке. Проблемы нет. Это шутка. Это шутка. Человек спрашивающий шутит. Да, действительно, чего? Действительно добавляют. Не добавляют. Не добавляют. Вы знаете, действительно, очень часто слышим такие мнения, что добавляют туалетную бумагу. На самом деле, как вы себе представляете? Мы откручиваем рулоны и опускаем их в производство. Но это было бы уже довольно затратно. Впрочем, я по вашему лицу вижу, что вы хотели пошутить. Шутка удалась. Ну, разочарую вас, конечно, технологически невозможно. Этот слух в советское время появился. А сам-то? А сам-то? Таким образом, вы соглашаетесь не с чем-то, не с сутью вопроса, а с чем-то в нем, с чем можно согласиться. С важностью, актуальностью, неожиданностью. Вы знаете, такой вопрос часто задают. Почему важно согласиться? Потому что, когда вы начинаете мотать головой и говорить «нет», еще и даже не до конца дослушав вопрос, то человек, который вопрос задает, перестает слушать вас. Насколько нужно быть гибким человеком, чтобы не растеряться в такой момент? Потому что природная реакция, мне так кажется, это как раз-таки либо взаимное отрицание, чего не хотелось бы, да? Именно. Технология для того и создается, чтобы противостоять естественной реакции. Естественной реакции отрицать. Но именно этой реакции ждет спрашивающий. Он вас на нее провоцирует. Он знает, что вы будете отрицать. Именно поэтому вас к этому подталкивают. Алгоритм предлагает вам шаги такие неожиданные, неестественные, противоестественные, но работающие технологически. Пока вы соглашаетесь, человек вас слушает. И вы соглашаетесь, и он кивает, а потом вы переходите в хорошо известный вам. к развернутому ответу, в котором вы объясняете, почему он не прав. Люди часто путают. Эти два вида вопросов, из этого возникают разные конфузы. Вот, например, вопрос «Ты меня любишь?» он вопрос плюс или вопрос минус? В зависимости от ситуации. Вопрос плюс скорее. Скорее плюс. Потому что человек, который вас задает, хочет уточнить. Зачем? Это другой вопрос. Но многие люди, к сожалению, слишком тревожны, когда получают вопросы. Иногда из публики раздаются вопрос плюс, а они начинают атаковать спрашивающего, возражать, причем с пеной у рта. Они приняли союзника за врага и обстреляли его. Не нужно. Большинство вопросов – это вопрос и плюс. А вот скажем вопрос «А любишь ли ты меня вообще?» Вроде о том же. Но согласитесь сказать «Да, люблю». Как-то это не к месту, правда? Тут нужно говорить «Я понимаю, почему ты задаешь этот вопрос». Действительно, в последнее время я стал уделять меньше времени тебе, меньше внимания, меньше сил. Молодец, что ты обратила мое внимание, так деликатно это сделал. Я, конечно, люблю тебя. И, конечно, сделаю все для того, чтобы твоя уверенность в моих чувствах вернулась. Дай мне закончить проект. Он, правда, выжирает у меня столько сил, ни на что больше не остается. Поддержи меня, я очень рассчитываю, что ты сможешь подождать. И все. И конфликтогенная ситуация ликвидирована, правда? Да. Важно распространять. Но, кстати, это не тот случай, когда от ответа можно уйти. Ты знаешь, этот вопрос, ответ на этот вопрос я планировал дать тебе утром, но сейчас не время, отложим. Или, ты знаешь, ответ на твой вопрос затрагивает интересы третьих лиц, которые неуполномачивали меня, рассказывать, пожалуй, не стоит. Но можете тренироваться, кстати, на своих домашних, особенно хороший собеседник-дети. Действительно, довольно часто задают вопросов-минус, вопросов-провокационных или вопросов-ответ, на который вам неизвестен. Попробуйте, не давая прямого, резкого ответа, пройти по алгоритму и посмотрите, насколько более конструктивными станут ваши диалоги. Я специально хочу сказать, что речь не идет о какой-то манипуляции, о каком-то, знаете, ловкачестве, знаете, уйти от вопроса. Я считаю, что конфликт – это прекрасная вещь, если вы умеете с ним обращаться. Вы можете из конфликта сделать ситуацию более выигрышной. Если вы владеете техникой ответа на вопросы-минус, и вы настроены на то, чтобы не создавать из своего публичного выступления конфликтогенную ситуацию, а хотите создать ситуацию конструктивную, в которой вы можете завоевать своих союзников даже из числа заведомых противников, то используя эту технику, вы с этим справитесь, и каждое ваше публичное выступление из баталий, там, может быть, битв и источника негативных ощущений станет борьбой за позитив, борьбой за добро и правду. Спасибо вам, Настя. Это была непростая вещь. Я понимаю, что отвечать на неудобные вопросы – вещь непростая. Но теперь вам будет гораздо проще, легче, и отвечать на сложные вопросы вы будете стремиться даже, когда отработаете эту технику. Спасибо. Спасибо вам, Настя. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин